Здравствуйте, дорогие коллеги! 19 августа в приемный покой РЦЦ бригадой скорой помощи доставлена пациентка. Будучи на кладбище, навещала родственника, стала беспокоить тряска в теле, колющая боль межлопаточной области без радиации, чувство страха, чувство сердцебиения и тоннельное зрение. Закружилась сильно голова, что послужило поводом вызвать скорую медицинскую помощь. Из Анамнеза известно, что родилась первым ребенком в семье, был родной брат. В росте и развитии от сверстников не отставала. Проживает в квартире, в теплое время года на даче. Официально нетрудоустроена, не работает. Мать злоупотребляла алкоголем. Умерла в возрасте 53 лет из-за цирроза печени через 3 года от начала злоупотребления. Отец умер в возрасте 69 лет. В мае 22 года в продолжительное время боролся за нового кишечника. Родной брат умер в возрасте 33 лет. В 2014 году злоупотреблял психоактивными веществами. Не так давно скончался двоюродный брат. Сама пациентка с возраста 25 лет курит. По настоящее время в среднем по пачке полутора сигарет в сутки. Беременности не было. Длительное время лечилась у гинеколога по этому поводу. В возрасте 38 лет менструальная функция прекратилась и не возобновлялась. В 2018 году попала в автоаварию. Был перелом левой ключицы, которая длительно и долго лечила. Оперировалась в Братске, в Иркутске, в Москве. Увышение артериального давления на протяжении последних 3 лет. Максимально до 180. Адаптировано к 120-140. Обычно держится на уровне 140. Последнюю неделю 120. Клинику стенокардии и сердечной недостаточности как таковую не рассказывает. Принимала лазертан 50 мг и бисопровол 2,5 мг. Ухудшение общего самочувствия стало отмечать с апреля 2022 года, когда госпитализировала отца в больницу. В мае отец скончался. С тех пор беспокоит тряска в теле, волнение, повышенная тревога, плаксивость. В июле 2022 года похоронила двоюродного брата. Эмоциональное состояние ухудшилось сильнее. За помощью к психологу не обращалась. Стала злоупотреблять алкоголем. Каждый день выпивать по бутылке вина. За периодов 2 месяца похудела на 8-10 кг. Аллергии на каптаприл и налаприл по типу отека к венке. Из объективного статуса при догоспитальной на этапе скорой помощи давление 145, пульс 88, сатурация 97, глюкоза 6,2. Учитывая болевой синдром ангинозный, предположительно, дана доза нейтронита без эффекта. С целью обезболивания поставлен морфин, болевой оккупирование. Догоспитально даны нагрузочные дозы антикоагулянта и дезагреганта. Рост 162 см при весе 48 кг. На данном слайде представлено ЭКГ на этапе скорой помощи, на которой на фоне синусового ритма отмечаются глубокие, отрицательные, диффузные зубцы Т во всех практических отведениях. Удлинение интервала КУТ до 67,1 мс. Учитывая клинику кардиологии, клинику болевого синдрома, оккупированный лишь морфином, учитывая выявление изменений по ЭКГ, было решено ввести пациентку с диагнозом острый коронарный синдром без подъема сегмента СТ. Расценена как высокого риска. Инвазивная стратегия показана в течение 24 часов от момента поступления после контроля анализа. Госпитализированную в кардиологию назначена стандартная консервативная терапия, а именно метапрололусы, цена 25 мг в сутки, волсартан 80 мг в сутки, эноксапарин натрия в дозировке 1 мг на килограмм 2 раза в сутки, атервостатин 80, клопидогрел 75, аспирин 100. На следующие сутки кардиологом ГБ-2 был создан консилиум специалистов котла Пангара. Пациентка, осмотрена кардиологом, анестезиологом, рентгенхирургом котла Пангара, была проконсультирована мной. Учитывая выявленные КГ-изменения и характерный анамнез пациентки, заподозрена кардиомиопатия токотсуба. Было рекомендовано провести диагностическую коронароангиографию и при наличии интактных коронарных артериях провести вентрикулографию. На данном слайде слева вы можете видеть так называемую ловушку для осьминогов токотсуба, которая имеет широкое основание и узкое горлышко. Перед инвазивным вмешательством записана данная электрокардиограмма, описанная мной следующим образом. Электрическое сердце нормально, ритм синусовый, с ЧСС 58 ударов в минуту, выраженные нарушения течения процессов реполяризации диффузного характера по типу отрицательных глубоких зубцов Т, отрицательный зубец Т с В1 по В6, максимально в 3 до 1,5 см, отрицательный зубц Т в первом, во втором, в третьем стандартных, в АВФ, максимально во втором до 4 мм. Значимое удлинение интервала КУТ, коррегированный КУТ до 595 мс. Данная ЭКГ-картина вполне может соответствовать кардиомиопатии токотсуба. Так почему же, зная анамнез и видя данную ЭКГ, не имея визуализации левого желудочка, можно заподозрить кардиомиопатию токотсуба? На этот вопрос в 2012 году попытались ответить японские ученые под предводительством Масамио Касуги в своей работе под названием «Различие в отрицательных волнах зубц Т, сопровождающих острый коронарный синдром, острую легочную эмболию и кардиомиопатию токотсуба». Было исследование 300 ЭКГ 300 пациентов, 198 пациентов с острым коронарным синдромом, причиной которого явилось поражение левой коронарной нисходящей артерии. 81 пациент с легочной эмболией, 21 пациент с кардиомиопатией токотсуба. Все пациенты поступали в клиническом промежутке до 48 часов. Они распределялись по разным критериям, где учитывали глубину отрицательных зубцов Т и распространенность поражения по отведению. Таким образом, была представлена следующая схема по результатам исследования. На данной схеме по оси Х вы можете видеть ЭКГ-отведение, по оси У вы можете видеть процент поражения негативной Т-волны в определенной патологии. Сверху это острый коронарный синдром, посередине представлена артериальная легочная эмболия, и снизу это как раз таки кардиомиопатия токотсуба. На данном слайде мы можем видеть явное распространение по множеству отведений отрицательных зубцов Т на кардиомиопатии токотсуба. Перед АКГ проведено следующее обследование. Обращать на себя внимание на нелегкой степени, незначительное нарушение толерантности к углеводам, повышение уровня креатинина до 114. Качественные тропониновые тесты отрицательны. В полосе щитовидной железы архивной, которая выявлена в системе ERMIS, обнаружены единичные фокальные изменения. На данном слайде представлены коронароангиограммы. На первых двух клипах бассейн левой коронарной артерии с передней сходящей огибающей артерии. На третьем слайде представлена правая коронарная артерия, которая абсолютно интактная. По результатам коронарографии стенозирующей патологии коронарного русла обнаружено не было. Таким образом, следующим этапом было решено провести вентрикулографию. На представленной вентрикулографии видна гиперкинезия базальных отделов сердца на фоне гипоакинезии верхушечных сегментов с дефектом контрастирования в области верхушечно-боковой. На левом клипе вы можете видеть, как проводник заведен в полость левого желудочка и опускается контрастное вещество. Контрастное вещество из левого желудочка проходит восходящий отдел аорты, параллельно контрастируя устье коронарных артерий левый и правый. Далее она идет в восходящий отдел контраст и заканчивается нисходящим отделом. На левом желудочке вы можете видеть нарушение локальной сократимости верхушки и гиперкинез базальных отделов. С правил вы можете видеть, почему данная стресс-индуцированная кардиомиопатия названа по типу токатсула. Потому что вы можете видеть, как представлен этот миокард в форме так называемой осьминожьей ловушки с широким основанием и с узким горлышком. Узкая горлышка – это гиперкинетичные базальные участки. На данном слайде представлен программный расчет фракции выброса левого желудочка, который составлял 64%. И справа вы можете обратить внимание на примерные размеры тромба, обнаруженного при вентрикулографии. Это 1,5 на 0,5 см. Следующим этапом было проведение эхокардиографии. На данных трех клипах представлена апикальная четырехкамерная позиция, модифицированная с целенаправленным исследованием левого желудочка. На данном слайде видна гиперкинезия базальных и средних отделов левого желудочка, сакинезия верхушечных отделов с возможным истончением миокарда. И в области верхушки левого желудочка виден тромб размерами 26 на 12 мм. Тромб из-за гипоэхогенной, фиксированной достаточно с незначительными малыми участками флотации. С учетом сопоставления клинических инструментальных данных, эхокардиографическая картина в большей степени вероятности соответствует стресс-индуцированной кардиомиопатии. Таким образом, оставляется следующий диагноз. ПМКБ-10 это АИ-42.7, кардиопатия, обусловленная воздействием лекарственных средств и других внешних факторов. Стресс-индуцированная кардиомиопатия, осложненная тромбозом верхушки левого желудочка. На фоне гипертонической болезни третьей стадии, с факторами риска следующей кардиомиопатии, курения, ранняя именопауза, риск очень высокий. АГ контролируемая, целевое АД-120, 129, 70, 79. Под вопросом фон выставляется депрессивное расстройство личности. Пациентке был рекомендован категорический отказ от курения, злоупотребления алкоголем, занятия с психологом-психотерапевтом, консультация врача-невролога, тревожно-депрессивное расстройство, решение вопроса о назначении антидепрессанта. Выданы опросники для оценки шкалы депрессии БЭКа, ПХК-9, ГАД-7. Ниже я объясню, что это такое. Был проведен анализ крови на мозговой натриогретический полипетит и прочие лабораторные анализы, которые помогут нам в сопоставлении установления дополнительных диагнозов. Конечно же рекомендую контроль ЭКГ-динамики с контролем интервалов КУТЭ. В лечении адекватный питьевой режим, учитывая признаки гиповоленического состояния по результатам ЭХКГ, нижняя полая вена маленькая, 5 мм, практически спавшаяся. Выпивать не менее полутора литров чистой воды в сутки, контроль диуреза. При невозможности самостоятельно бросить курить, решение вопроса о назначении варониклина, назначении препаратов железа при выявлении дефицита уровня железа. Учитывая наличие аллергической реакции по типу отека Квинки на 2 ангибитропэф, назначение блокаторов рецепторов ангиотензина, предпочтительно волсартана, в дозировке 40 мг 2 раза в сутки. С последующей титрацией дозы. Учитывая наличие снижения скорости клубочкой фильтрации клиренса креатинина в лечении инфузионной терапии с целью компенсации волемий, в том числе и профилактики контраст-эдуцированной нефропатии. Раствор натрия хлорида, рассчитанный в дозировке 1 мл на кг в час на протяжении 12 часов через перфозор 3 дня. Учитывая наличие значимого удлинения интервала КУТЭ с целью профилактики жизнеугрожающих нарушений ритма раствора магниосульфата 25% 10.0 однократно 1 раз в день 5 дней. Таблетки метабрололос и вцината в дозировке 25 мг в сутки. Энексапарин натрия в дозировке 1 мг на кг 2 раза в сутки. Дан варфарин в дозировке 2,5 мг в сутки под строгим контролем МНО до достижения целевого значения 2 и выше с последующей отменой нексапарина. Дозировка выбрана такая низкая за счет анемии легкой степени и низкого веса пациентки. Атервастатин снижен до 40 мг в сутки. В лечении добавлен амлодипин 5 мг на ночь с целью выключения возможного коронарного вазоспазма. Проведены следующие обследования. Обращают на себя внимание в динамике повышения печеночных ферментов, нарушение некоторой толерантности к углеводам, по ионограмме без значимых изменений. Гемоглобин 107 г на литр. По гликемическому профилю глюкоза в пределах пограничных 6,6 мм на литр. Количественный анализ на тропонин Ай проведен в пределах референтных значений. По УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидной железы без значимых изменений имеются диффузные изменения паренхема печени, поджелудочной железы и изменения почек. Неспецифические. По рентгенографии органов грудной клетки без патологии. 21 августа пациентка прошла тестовые опросники. ГАД-7 это опросник на уровень общей тревожности. У нее 12 баллов, что соответствует среднему уровню тревожности. ПХК-9 это опросник на депрессию. У нее 14 баллов, что соответствует среднему уровню депрессии. Опросник ПСС-10 это опросник на уровне стресса. У нее 20 баллов, что соответствует умеренному уровню стресса. И шкала депрессии БЭТА. 17 баллов, что соответствует средней депрессии. На следующие сутки консультировано заведующее отделение неврологии для больных Суномыка Елизаветы Вячеславовны. На жалобы неврологу предъявляла она следующее. На повышенную утомляемость, эмоциональность, восприимчивость, тревожность, плаксивость, сердцебиение, нарушение сна, частые пробуждения с мысленной жвачкой. Часто беспокоят они менее в затылочной и теменной областях, часто беспокоят чувство сердцебиения, особенно в ночное время. Неврологический анамнез – заболевание. Ранние нарушения сна были редкими. Учащение с мая 2022 года. Головные боли редкие. В анамнезе много смертей родственников. За помощью по этому поводу не обращалась. Три года назад ушла с работы. Были разногласия на работе, стресс. Отмечает снижение аппетита. Акцентуации на занятиях нет и выполняет в том же объеме. Увлечения присутствуют в полном объеме. Периодически не имеют пальцы. В ночное время сводят ноги с удорогами. Перелом ключицы. Длительные оперативные лечения многократные. После аварии стали беспокоить повышение давления, боли в шее, а не менее пальцев периодически. Длительное время лечилась у гинеколога по поводу бесплодия. Не была на осмотре около трех лет. Менопауза уже 10 лет. Оральные контрацептивы не принимают. В июле после смерти брата стала употреблять ежедневно алкоголь. При детальном расспросе после смерти матери и других близких родственников была подобная симптоматика. Плаксивость, тревожность, сердцебиение, нарушение сна. За помощью не обращалась. Со временем состояние улучшалось периодически. Но 19 августа она вступила к нам. Объективный статус во время осмотра невролога и неврологический статус без значимых изменений. Таким образом невролог поставляет следующий диагноз. Рекуррентное депрессивное расстройство. Эпизод умеренной тяжести. Тревожное расстройство. Под вопросом посттравматическое стрессовое расстройство. Неврологам рекомендована консультация врача-психиатра для уточнения диагноза и лечения у психотерапевта. Прием антидепрессантов. Сертролин в дозировке 100 мг с титрацией дозы. При возникновении усиления тревожности в первые дни приема рекомендован бронидигидрохлорфенилбензодиазопин на ночь. Отказ от определения алкоголя. Обследование лабораторное с консультацией и не кубика. Учитывая дополнительные данные, диагноз на данном этапе выглядит следующим образом. Стресс индуцирован на кардиомиопатии, тромбоз верхушки левого желудочка, фоном, рекуррентное депрессивное расстройство, эпизод умерения тяжести, тревожное расстройство, посттравматическое стрессовое, гипертоническая болезнь, анемия, легкая степень, неуточненная нефропатия, фокальное изменение щитовидной железы. К терапии добавлены рекомендации невролога, лечение продолжено. 22 августа МНО 1,3 на фоне терапии и на ксапарином натрия в терапевтической дозе и одной таблетке варфарина. Было решено увеличить дезировку варфарина на половину одной таблетки, то есть 3,75 мг в сутки. 25 августа появился аллергический сыпь на руках, предположительно, был сорта, связывает с его приемом. После супростина сыпь стала меньше, зуб прошел, был сортан отменен. Назначен лазертан в дозировке 25 мг в сутки. 26 августа на седьмые сутки госпитализации МНО 1,1. Было решено повысить дозировку вечернего варфарина до 5 мг в сутки. Однако, не успев принять вечерний варфарин, около 4 вечера обнаружено медицинской сестрой на полу в палате. До этого медицинская сестра видела ее в полном благополучии около 20-30 минут назад. Вызван лечащий врач и врач-невролог на срочную консультацию. Неврологически отмечается легкое оглушение, грубая асимметрия носогубных складов, умеренная дезортрия, глотание не нарушено, левосторонняя гемиплегея и геминеглект слева. Геминеглект – это одностороннее пространственное игнорирование пациентам половины своего тела и внешнего пространства, левой части при поражении правой темной доли. Человек не может считать, считывать и реагировать на стимулы в этой половине пространства, не может обнаружить, увидеть объект, сфокусировать на нем внимание. Проведена экстренная МСКТ головного мозга с церебральной ангиографией, по результатам которой ангиографическая картина окклюзии правой средней мозговой артерии за счет тромбоза на уровне М1-сегмента. Учитывая выявленные изменения, характерные для эмболического инсульта в бассейне правой средней мозговой артерии, в рамках терапевтического окна пациентка взята в рентгеноперационную котла Пангора для проведения тромбоэкстракции. Пока шла подготовка к операции, на операционном столе было решено взглянуть на тромбированную верхушку сердца с оценкой тромба вместо гипоокинезии. Мною на портативном аппарате из модифицированной четырехкамерной опекальной позиции видна сокращающаяся в норме кинезия верхушка сердца без ранее выявляемого тромба. Скорее всего, тромб начал растворяться, и он попросту вылетел в аурту и далее попал в среднюю мозговую артерию. На данном слайде представлена селективная церебральная ангиография бассейна правой внутренней сонной артерии данной пациентки. Желтым цветом выделена пострадавшая зона кровоснабжения бассейна. В области красной точки место окклюзии М1 сегмента правой средней мозговой артерии. На данном слайде представлена очень хорошо картина до тромбоэкстракции и после тромбоэкстракции. На слайде до мы видим, какой большой участок правой теменной доли выпал из кровоснабжения. Видим участок окклюзии средней мозговой артерии в М1 сегменте. После того, как удалили тромб, сосуд открылся и пустился кровоток по всей теменной доле. Видно, как очень хорошо закровоснабжались прямо до коры головного мозга все сосудики, проконтрастировались. На данном слайде представлен протокол операции церебральной ангиографии и тромбоэкстракции. После операции отмечалась значительная положительная неврологическая динамика. Сознание ясное. Отмечается легкая асимметрия носогубных складок. Дезортрии нет. Глотание не нарушено. Легкий гемипорез слева. Геминеглекта слева уже нет. Контрольная МСКТ головного мозга, выполненная через сутки, выявила признаки инсульта в бассейне СМА справа. Очаг поражения незначительный, небольшой, в темно-височной области, острая фаза. Состояние после тромбоэкстракции. Без геморрагических осложнений. Пациентка на следующие сутки после операции переведена из палаты интенсивной терапии в общую палату отделения. Очаговой неврологической симптоматики уже нет. Беспокоит головная боль. 28 августа проведена транскраниальная дуплексная сканирование с экстракраниальным исследованием рахиоцефальных артерий, по результатам которой выявлены начальные проявления атеросклероза с формированием незначительных бляшек в бассейне левой внутренней сонной артерии и левой общей сонной. Также отмечаются признаки умеренного начального физиологического церебрального вазоспазма, который, скорее всего, обусловлено оперативным вмешательством на данных артерий. Было проведено УЗИ сердца, по результатам которой, обращаясь на себя внимание, восстановление локальной сократимости левого мышечка, отсутствие тромба, фракция 68, но имеется незначительная легочная гипертензия, исчезновение признаков гиповолюния. Далее по анализам обращают на себя внимание некоторые падения гемоглобина до 87 грамм на литр, вероятно связанные с гемодилюцией, с восполнением объема циркулирующей крови, с незначительной кровопотери во время операции. Обнаружены антитилак бледной трепонемии без явной активной клиники заболевания. Антитилак ВИЧ к гепатитам отрицательный. Пришел результат анализа на мозговой натриуретический полипептид, повышение выше трех референтных значений. В лечении консилиуму было решено назначить ревороксабан в дозировке 20 мг в сутки на протяжении трех месяцев со вторых суток после тромбоэкстракции с целью профилактики тромботических осложнений у пациентки после перенесенного тромбоза левого желудочка и эмболического инсульта. Метабрололосацинат от ситрон до 50 мг в сутки, лазертан до 100 мг, амладипин до 10 мг, атервастатин 40 мг, аммепрозол 20 мг в сутки, сертралин продолжить прием по схеме, добавлен в терапию холинальфасцерат 600 мг в сутки на 3 месяца и мельгама. На 2 сентября было проведено контрольное транскраниальное исследование, по результатам которой положительная динамика разрешений церебрального вазоспазма. Головная боль разрешилась, чувствует значительное улучшение самочувствия. По ЭКГ в динамике по всем пленкам отрицательные зубцы Т сохранялись, амплитуда отрицательных зубцов Т несколько уменьшилась, коррегированный интервал КУТ стремится к норме 480 мс. К сожалению, пленочки я не смог предоставить, найти в своей базе. Таким образом, мы выставляем следующий заключительный академический диагноз. Почему академический? Да попросту из-за, скажем так, финансовых перипетий. Если мы выставим последний диагноз такой, то нам лечение по инсульту не проплатится и так далее. То есть мы должны понимать, что у каждого отделения кардиологии, у отделения неврологии свой диагноз стоит, несмотря на основное, как стрессоиндицированное КМП. Таким образом, по МКБ он шифруется, как я уже говорил выше, 42.7. Основной диагноз – стрессоиндуцированная кардиомиопатия. В скобочках можно указать синдром Токотсуба. Осложнение – это тромбоз верхушки левого желудочка, ХСН второй А стадии, сохранный фракции выброса левого желудочка, первый функциональный класс, легочная гипертензия, эмболический синдром, ишемический инсульт, кардиомболический подтип потост в бассейне правой среднемозговой артерии, от 26 августа – состояние после успешной тромбоэкстракции, от 26 августа – умеренная дезортрия с полным регрессом, левосторонняя гемиплегия с полным регрессом. На фоне рекуррентного депрессивного расстройства, эпизода умеренной тяжести, тревожное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство, гипертоническая болезнь, начальная атерсклероз брахиоцефальных артерий, хроническая анемия неуточненного гемеза средней степени, нефропатия, ХБП-Ц2, фокальные изменения щитовидной железы. На 3 августа пациентка готовилась к переводу в реабилитационное отделение для пациентов, перемешивших инсульт в стационар ГБ номер 5. К сожалению, мазок на COVID пришел у нее положительный, и для дальнейшего наблюдения переводится в профильный ковидный стационар. Данный синдром пациентки возник на фоне тяжелого психоэмоционального стресса и, вероятно, гиперкатахоланин имени. Повышенный уровень катахоланинов в крови – непосредственный фактор риска развития стресс-индуцированной кардиомиопатии. Также у нашей пациентки отмечается ранняя менопауза, которая говорит о снижении защитных эстрогенных механизмов от катахоланинов. Существует гипотеза, что чаще данные патологии возникают у женщин в климактерическом периоде, когда уровень эстрогенов в крае значительно понижается. На модели грызунов доказано, что стресс стимулирует преждевременную экспрессию генов как в центральной нервной системе, так и в миокарде желудочков. Изменения в миокарде осуществляются за счет активации альфа- и бета-адренорецепторов. В свою очередь, эстроген уменьшает патологическую экспрессию генов, тем самым уменьшая выраженность дисфункции верхушки желудочков у грызунов. Эстрогены, по-видимому, могут влиять на соотношение бета-1 к бета-2 адренорецепторам, оказывая свое защитное действие за счет увеличения количества комплексов бета-2 адренорецепторов GI-белок и активности связанных с ними сигнальных систем в ответ на резкий подъем уровня катахоламинов. При снижении уровня эстрогенов в постменопаузе этот защитный механизм не срабатывает, и токсическое действие над физиологической концентрацией катахоламинов проявляется в области наибольшей плотности бета-адренорецепторов. Это как раз-таки в апекальном отделе миокарда, где плотность адренорецепторов самая высокая. Также не стоит забывать и о том, что стандартный ЭКГ может стать огромным помощником в первичной диагностике данного синдрома, о чем сказано в трудах Масами Касуги и соавторов. Их труд позволил дифференцированно подходить к пациентам с изменениями по ЭКГ по типу отрицательных зубцов Т в грудных и остальных отведениях, выделив три основные патологии, сопровождающие данные изменения. Это острый коронарный синдром, легочная эмболия, кардиомиопатия и токсуба. В случае с ЭКГ нашей пациентке это доказал. В отдельных случаях, особенно в острый период данного заболевания, на ЭКГ могут быть выявлены как подъемы сегмента СТ, так и депрессии, помимо отрицательных волн Т. Наличие у данных пациентов удлинение интервала КУТ, иногда и значимого, заставляет более тщательно контролировать ЭКГ, титровать бета-блокаторы, профилактировать нарушения ритма сердца, электролитные дисбалансы, назначая препараты магния. Следует более тщательно выявлять пациентов с тревожными, депрессивными расстройствами личности, не бояться назначать антидепрессанты там, где это необходимо, вовремя направлять к профильным специалистам. Поскольку данные пациенты изначально могут прийти на прием к кардиологу, к терапевту, еще до появления структурных изменений в сердце, нужно более тщательно выявлять так называемые психосоматические расстройства, вовремя оказывая необходимую помощь пациенту в назначении антидепрессантов или направлении к нужным специалистам, психологам, психотерапевтам, психиатрам. Нужно знать, уметь пользоваться и помнить про опросники ГАД-7, ПХК-9 и шкала депрессии БЭКа. Ну, тут бы еще хотелось отметить, что наше отделение не стоит на месте. Медицина в Братске активно развивается. На сегодняшний день в Котла-Пангара с июня 2022 года выполнено 71 внутрисосудистый ультразвуковой исследование, 1 ФРК. Но ФРК просто у нас не было необходимых поводов для проведения, так бы сделали еще больше. С мая 2022 года выполнено 22 имплантации постоянных электрокардиостимуляторов. С 25 августа 2022 года выполнено уже 6 тромбоэкстракций у пациентов с УНМК, из которых 5 человек ушли на реабилитацию на своих ногах и одного пациента выписываем под домашний уход родственникам. Всем спасибо за внимание. Дорогие коллеги! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...